Как живет республика в условиях кризиса? Об этом говорили сегодня на совещании у главы Чувашии. В целом ситуация стабильная, но есть вопросы, которые находятся под особым контролем. Об исполнении регионального бюджета за январь и февраль этого года доложила Светлана Янилина. Министр финансов считает, что пополнение бюджета в республике идет по неблагоприятному сценарию. Поступления по некоторым налоговым статьям существенно снизились. На 53% упали доходы с акцизов на алкогольную продукцию. Надо будет делать таблицу рядом. Потребление стало меньше или не стало меньше. Если стало меньше, то объективный этот факт. Если не стало меньше, то по разным схемам продается алкогольная продукция. И тем самым люди хотят, не оплачивая налоги, зарабатывать легкие денежки. Много вопросов вызывают и сборы налога с доходов физических лиц. Эксперты высказывают мнение, что если до финансового кризиса организации налогоплательщики работали по серым схемам в пределах 10-15%, то теперь эта доля может увеличиться до 30%. В таких условиях ситуацию надо контролировать ежедневно. У нас завершены уже проверки по группе компаний тракторные заводы. Мы ожидаем дополнительного поступления порядка около 100 миллионов. Кроме того, открываем еще дополнительно тематические проверки с тем, чтобы увеличить поступление платежей в бюджет. Кроме того, мы работаем по НДФЛ еще и со структурными подразделениями, с обособленными подразделениями. На учет поставлено более 3,4 тысяч этих обособленных подразделений. От них за 2014 год поступило 1,7 миллиарда и увеличение идет порядка 6%. Еще один способ сокращения расходов в казне – оптимизация численности. Она должна коснуться в первую очередь чиновничьего аппарата. В принципе, мы эту работу в 2013-2014 году провели. У нас не было ни индексации в 2013, ни в 2014, не заложено в 2015 году. И в рамках реализации указа главы мы сейчас приняли все нормативные документы по сокращению аппарата госслужащих на 10% в ближайшие два года. На заседании были рассмотрены и другие вопросы. Министр имущественных и земельных отношений Республики Анатолий Кузьмин доложил о взыскании задолженностей по арендным платежам. По сравнению с прошлым годом, плата от использования государственного имущества уменьшилась на 8% и составила 160,8 миллионов рублей. Одним из крупных должников, с которого невозможно взыскать задолженность, является Волжская текстильная компания. Долг организации образовался за период с 2008 по 2013 год и составляет почти 126 миллионов рублей. В связи с тем, что все объекты недвижимости находились в залоге у банков, служба судебных приставов не имела возможности наложить арест на имущество должника. В данный момент завершается процедура банкротства компании. Анастасия Алексеева, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.